Уже 12 июня в Европе стартуют самые масштабные со времен Холодной войны воздушные учения Альянса Air Defender 2023. К ним будут привлечены 220 самолетов, из которых около 100 прибудут из США, и объективно в европейском небе будет несколько тесновато, пока эти маневры не завершатся 23 июня. Главной особенностью учений станет отработка именно развертывание воздушных возможностей США, и к этому привлекаются не воздушные силы вооруженных сил, а воздушные силы Национальной гвардии США, которые объективно являются резервом. То есть речь идет об отработке быстрого развертывания всех имеющихся сил НАТО в Европе. Хотя надо отметить, что подразделения воздушных сил Национальной гвардии США перелетят в Европу на F-35, F-15, F-16 и штурмовика Х-10. Последние прямо указывают на то, что отрабатываться будут не только воздушные бои и нанесение дальнобойных ударов, но и непосредственная атака по наземным целям на поле боя. Также крайне демонстративным являются районы проведения учений, которые анонсировал Бундесвер. Три базовых района в самой Германии, из которых самолеты будут выполнять задачи в сторону России. Точнее, Черного и Балтийского морей. Оба – максимально удобные места для приложения усилий. И опять же, речь идет о фактической отработке развертывания воздушных резервов США, которые должны усилить возможности воздушных сил европейского сегмента НАТО. К ним, в случае моделирования гипотетического сценария войны, надо добавить мощность воздушных сил США, и тогда все очень сильно начнет напоминать начало операции бури в пустыне с масштабной воздушной атакой по Ираку. Конечно, это только гипотетический сценарий, но именно его, учитывая все, и отрабатывают в НАТО. И не стоит забывать, что параллельно с учениями в небе, целая серия последовательных учений НАТО в Европе проходит на море и на земле. В целом речь идет о пяти учениях только под эгидой Альянса, не считая национальные маневры вооруженных сил, которые проходят в то же время и также завершатся в середине июня. Что на эти учения смогут ответить в Кремле? Снова запугивать ядерным вооружением, при этом уже с огромным сомнением в том, что вся концепция прорыва европейской противоракетной обороны сработает. Потому что специально для этих задач создавались Искандер и Кинжал, миф, о которых разрушен вооруженными силами Украины.